В прошлом году на первом подобном мероприятии собралось чуть больше 20 предпринимателей, которые открыли площадки для мастер-классов и организовали выездную торговлю и самопрезентации. В этот раз ярмарка бизнес-идеи собрала уже три десятка представителей бизнес-сообщества. Цель не только презентовать свой товар, но и подать пример активной деятельности. Всемирная неделя предпринимательства действительно создана и реализуется для привлечения новых сил. Наши предприниматели – это одни из самых сильных и успешных предпринимателей. У нас очень хорошая конкурентная среда. Сфера услуг расширяется, появляются новые виды услуг, в том числе и производство новой виды. Участниками ярмарки бизнес-идеи стали как опытные, так и начинающие предприниматели. К примеру, презентовала новый для города вид фитнеса Кристина Ткачук. Она открыла своё дело около года назад. В спорте Кристина 7 лет. Образование получила в области коммерции, хотя потом и работала по наймам. В январе этого года все кусочки пазла наконец сложились. Я на самом деле увидела у знакомой подружки в Инстаграме рекламу о том, что она набирает группы женские. И заинтересовалась, стала у неё спрашивать. Она мне всё рассказала, что проходит обучение в Москве. Я решилась и поехала, обучилась и закупила оборудование. Всё. Всё очень просто. Вы не жалеете, что вы так редко поменяли всё в жизни? Честно? Нет. И никогда, наверное, не пожалею. Коррекционно развивающему центру Лого Плюс три года. Но ни одно подобное мероприятие без него в городе представить уже невозможно. Это один из самых ярких примеров социального предпринимательства на территории. В центре занимаются с особыми детьми. Здесь работают специалисты разного профиля. Молодые и творческие. Из новых начинаний в Белоярском и школа социальных танцев. Здесь танцуют и европейскую классику, и латиноамериканские танцы. В студии скоро исполнится год, хотя идея у создателя появилась давно. Ольга Колгатникова белоярцам хорошо известна. Она танцует, поёт, а теперь и преподает. Эта идея вообще была у меня давно, так как я сама занималась бальными танцами всю жизнь с детства. Потом училась, уехала, приехала. И всё ждала этот момент, когда же он созреет в моей голове, чтобы предложить людям, что давайте танцевать. То есть не только дети, чтобы могли танцевать, а взрослые. Участниками ярмарки стали кафе, кондитеры, производители продуктов питания, представители салонов красоты, а также мастера декоративно-прикладного творчества, занимающиеся древообработкой, изготовлением сувениров, украшений и тому подобного. Татьяна Любавина принимала участие в первой ярмарке бизнес-идеи с детскими игровыми столами. В этот раз представила новое направление – современные украшения с оленьем мехом. Вместе с мужем она готовит к запуску и более масштабное производство. Мне всегда нравилась тема меха, и я знала, что он мало используется. Вообще у меня идея есть – большие изделия делать из меха. И сначала мы начали с малого. То есть мы сначала стали производить различные украшения с добавлением меха северного оленя. Сейчас мы готовим к открытию производства. Мы сейчас делаем ремонт помещений. В этом году будем закупать оборудование. И уже с следующего года мы начнем заниматься выделкой, обработкой оленей шкур уже крупных размеров. Подобные мероприятия никогда не пропускают и волонтеры Белоярского. Открытая площадка, большая аудитория – хорошая возможность привлечь внимание к важным социальным темам. Решили, что будем проводить акцию, помощь и защиту домашних животных. И тех животных, у которых нет хозяев, которые обитают в приюте на данный момент. Сейчас там уже прибывает довольно-таки много собак, довольно-таки много кошек. То есть дело очень развивается. Также мы знаем, что оно было построено с нуля. И вот благодаря помощи жителей Белоярска оно сейчас имеет большой успех. Подобные ярмарки с концертами и презентациями в Белоярском последние пару лет проходят регулярно. И очередное мероприятие не за горами. Это будет день округа, который также отметят в Плазе 8 декабря. Ирина Филипова, Петр Михалап, Время новостей, Белоярский.